В этом видео я расскажу самую большую проблему, с которой столкнулась вся космическая отрасль и которая ставит жирную точку на полетах к другим планетам. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Погнали! Эта проблема дала о себе знать еще во времена СССР, когда космическая гонка была приоритетом для моревых лидеров и США противостояла России в поколении космоса. При удалении от планеты у космонавтов повышалась раздражительность, а не теряя реалии рассудок, логичность построения мыслей. Суть в том, что способность мыслить независимо и неразрывно связана с пребыванием человека в некоем пространстве вокруг нашей планеты. Как у человека есть аура и нежитические невидимые нашему глазу структуры, так и у планеты они тоже присутствуют. Между ними есть прямая взаимосвязь, и каждая мысль каждую секунду фиксируется в информационном поле планеты. Мы мыслим с помощью процессора планеты. Как только человек покидает пространство планеты, он перестает думать, оценивать ситуацию, делать выводы, управлять кораблем. Напрашивается вопрос, а как же древние цивилизации совершали полеты к другим звездным системам? Огромное множество есть наскайных рисунков, которые оказывают на то, что человек не один в огромном космосе. Это отдельная тема, которую мы сейчас не будем затрагивать. Фиксируем только тот факт, что древние имеют технологии, которыми построили пирамиды, а мы сейчас не можем их построить. Значит и технологии наши сейчас на порядок ниже, а то и не на один. Если ты, мой друг, хочешь знать правду о прошлом планеты, о новых технологиях, которые будут в ближайшем будущем, прямо сейчас записывайся на базисный курс Народного Академического Университета Эволюции Разума. Ссылку я оставлю в описании. Если есть вопросы, пиши в комментариях под этим видео. С вами был Сергей Шутяк. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok